Друзья, привет вам со скалодрома Одесса. Это наш домик. Скалы, на которых можно тренироваться. Море, где мы можем купаться. Прозрачнейший и припраздночнейший галечный пляж. Это находится посрединке между Аркадией и Лонжероном. Там нудистский пляж, поэтому про этот пляж мало кто знает. Он закрытый. И вот каяки. Вот такая красота. И палаточный городок также тут для альпинистов. Дальше мы пешком продвигаемся в сторону французского бульвара. Мы проходим, ну идем со скалодрома Одесса. Одесса там йоги, альпинисты такие. Спокойные, замечательные люди. Занимаются своим физическим и духовным развитием. Мы через минуту выйдем на трассу здоровья. Вот так выглядит велосипедная дорожка на трассе здоровья. Велосипеды можно брать в прокате, а также гироскутеры. Никто не мешает им на нормальной скорости тут кататься и нам пешком прогуляться. Трасса здоровья ведет нас к дельфинарию. Ну, во всяком случае мы туда обычно ходим. Для того, чтобы попасть к хорошему морю, нужно какие-нибудь преодолеть препятствия. Потому оно чистое, квест, потому что не все туда доходят. Вот такие тут лестницы, лестницы, лестницы. И мы поднимаемся к санаториям, которые нас выведут на французский бульвар. Ну, это такая кардио-тренировочка. Каждое утро учимся ровно дышать и ровно держать камеру. Вот там позади остается море. Это очень быстро, может, минут пять мы идем. Вот мы дошли, переходим в парковую зону. Если не хочется топать вам пешком, мы такие электромобильщики вас за пару минут и довезут. Вот мы вошли в парковую зону. Все очень близко, очень быстро. Это дерево называется Бесстыдница, потому что оно поклиняет змея, снимает кожу с себя. Оно очень-очень большое. Я не могу вам на телефоне этого показать. Конечно, оно просто огромное вот такое. Путь-дорожка привела нас в любимый ресторанчик, в который дайверы, где мы располагаемся, ныряют и ловят мидии. И сюда же привозят. И даже в холодное время года, глубокое осень, я видела, они в своих костюмчиках погружаются. И тут готовятся эти морепродукты свеженькие, свежевыловленные каждое утро. Вот в такой парковой зоне расположен этот ресторанчик, дача. Вот там гамачок. Но оператор приказал мне его не снимать. Я уже сама учусь водить с телефоном. Вот такие уютные столики. И ждем своего официанта. Друзья, обратите внимание, я как музыкант хочу вам показать, каких принесли нам меню. Ну, это упаковочка от пластинок. Коврак Офиева, старинные пластиночки. Шаляпина. Такая оригинальная. Ну, вообще у них подача с эфировкой блюд тоже оригинальная. Вот посмотрите, цыпленок табака с грузинскими приправками. Салатик света очень удачный. А вот на книжечке, на каждом столе другая книга Булгакова, там я смотрела. Это заказ столика. Столик отложен с 20.00 будет занят. И фамилия, кто будет занимать. И сколько человек будет сидеть, чтобы официант успел уже засервировать. Ну, конечно, возле моря обязательно акцент делаем на рыбных блюдах. Вот такая порция табиточки из тюлечки. Стоит 5 долларов примерно в переводе. Вполне ее хватит на два небольших человека. Оригинальную упаковку для меню я вам уже показывала. Вот само меню. Это винная карта выезжает из пластиночки. Я бы хотела отметить, что блюда помечены специальными значочками без лактозы, без глютена и для вегетарианцев. И вот возле каждого блюда такие пометочки есть. Вот такая красивенькая подача котлеты Пожарского. Вход в ресторанчик. Это была старинная дача. Вот такое оригинальное оформление. Аквариум с рыбами. Сейчас будем поближе немножечко. Так ресторанчик выглядит внутри. Обратите внимание на оформление стен. Красиво. Дварная стойка. На улице покажу вам летние душики и гамаки и кроватки для отдыха. А тут дети плескаются, ручки свои мают. А вот я вам говорила, что смотрю кухню этого ресторана в ютубе уже лет 8. Это детская кухня для маленьких. Тут проводятся мастер-классы по субботам и воскресеньям с преподавателем-поваром. Вот он показывает. А детки тут даже маленькие занимаются. И потом, конечно же, это все дегустируют. Посмотрите, вход в детскую комнату. Крохи, карапузы, малыши, детки, шуптики. Продвигаемся в сторону еще одного зала и дворик. Представляете, как тут жилось прелестно. И семье этого владельца дачки. Ну, а теперь вот немножечко все оккультурено. Посуда, как у наших бабушек с вами вот такая была. Крусталь настоящий. И по этому залу мы выйдем с вами на улицу. И попадаем в сад, где я вам начинала снимать. Вот беседочки всевозможные. Там мангальщик. Гамаки. Сейчас подойду. То есть вы сидите в помещении, да, в ресторанчике, такая летняя веранда. И дышите воздухом, слушаете пение птиц. Вот есть створечники, гамачки. И вот такая прелестная качелька. Летняя беседка, когда гости не помещаются за столами. Хатя, пупсик маленький. Пришел. Кукленки маленькие. Ах, весь. Отдыхальщики. Я не буду гадать. Козелка ты молодая. А где подружка твоя? Ха-ха-ха. Не пугай животные. А вот какая-то скульпта. В 16-й поле. Бачите? В 16-й поле. О, бля. Вот такое, друзья, нашли мы альтернативу Крымскому побережью. Любили раньше отдыхать. Сарыч, Форос. Прозрачность воды. Это Одесса. Скалодром Альпклуб Одесса. Я, допустим, сейчас выше колена стою. Ну, куда бы я ни зашла, на какую глубину полностью. Все видно. Рыбки, стайки, крадыки. Все, что бы ты ни проходил. И все это вот так чудесно отражается в водичке. Такая прелесть. Такой пляж галечный. Он чаще всего бывает пустынный, потому что не всем подходит, что ножками нужно по камушкам наступать. Пожалуйста, обувь себе крокс или какую-то удобную обувь для купания, для плавания. И ныряешь в трубку, в зубы, масочку, какой-то мешочек небольшой. Поплыл до вуны. Нарвал себе меди на ужин свеженьких. Все, приготовил. И кайфуй. Друзья, мы на Приморском бульваре находимся. Обратите внимание, какие старинные слепкое здание. Сейчас на реставрации. Это прямо возле дюка мы. Смотрим. Ну, спиной на морвокзал стоим. Известное здание Приморский бульвар. Все они вот такие округленные. Памятник дюк. Памятник дюку поближе. Вот смотрите на эти два красивые здания. Там можно снимать квартиру. Заранее договориться. И дальше Потемкинская лестница. Вот такая куча ступенечек. Отличный фитнес. Морвокзал. Едет фуникулер. И там турецкий парк сейчас подойдем. Наши турецкие друзья облагородили территорию. И совершенно бесплатно подарили городу Одессе. И с другой стороны наш любименький дюк. Символ города. И продвигаемся по тенечку по Приморскому бульвару. На Приморском бульваре тоже. Смотрите какая красивая архитектура. Это все сохранилось. Ну конечно проходит реставрацию периодически. Там такие мордахи львов. Очень красивые, выразительные. Направляемся к Думе. С колоннами здания. А это прямо на Приморском бульваре, когда пытались отстраивать, обнаружили какие-то археологические ценности. И вот так прямо под стеклом, под куполом сделали. Не стали разрушать историческую ценность. И все подходят, заглядывают. Приближаемся к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину и городской Одесской думе. Вот центральный вход, такой красивенный, воперный. Тут идут сейчас работы по сооружению сцены. И красной дорожке у нас проходит Одесский кинофестиваль. Как раз тут киностудия Довженко. Мы могли зайти на французском бульваре, может, я показываю. Невеста очень часто фотографируется тут. И дальше море. Так выглядит горсад в Одессе. Очень часто мы попадаем на выступления музыкантов. Но сейчас полдень, просто их нет. И выходим на улицу Дерибасовскую. Поличные музыканты. Губочки очень красивые. Все ухожено на кинотеатр. Сдачи кино. Вот наш любимый угол Дерибасовская, улица Гаваны. Дерибасовская – это красивая центральная улица, которая состоит из магазинчиков кафешек, летних кафешек, летних площадок. Стейк-хаус, компот, такие самые известные. Фирменным знаком стейк-хаус является коровая. Она постоянно какого-то нового цвета, или очень сильно разноцветная, или в одном тоне.